Друзья, я наконец-то запилил мерч. Представляю вашему вниманию специальные мотофутболки от Russian Biker. Дают плюс к уважению на дороге, отводят от вас мотобат, защищают от поломок в пути. 100% хлопка, 150% крутизны. Спеши заказать на ВБ, качество хорошее, цена разумная. Ссылки под видео. Здрасте, Гаиса. Здрасте. Здрасте. Птица залетела. Птица залетела. А что там? Мегкая. А, это? Микрофон. Соня там пишет. 3D изображение. Сестиградный зелень. Бурак, обравлюсь, чтобы туда не заехал потом. Просматривает запись здоровья. Все доброе. Спасибо. Какие веселые сотрудники. А он еще говорит, а я сам не пойму, что за птица залетела в этот шлем. Я думал, может, на носу у меня грязь, потому что у меня так постоянно бывает. Потому что я перчатками, ну, руками лезу во всякие там мотоциклетные, да, дела. И потом нос протираю, когда чешется. И вот, думаю, может, нос грязный. У меня там микрофон оказывается. Этого я не ожидал, признаюсь честно. Вот они, реалии 22-го года, друзья. На чопере доставляют человек-деливери доставки. Как вам такое? И тогда этот парень стал продавать хот-доги. Но он был умным и отщипывал от каждого хот-дога небольшой кусочек. Из этих кусочков он делал новые хот-доги. И очень скоро он стал миллионером. Ох, е**, мать. Нафоку, е**, мать. Зачем, почему, для чего. Вы посмотрите, как он, блядь, едет. Перед полицейскими не тормозит. Блядь. Он хоть перешла к бомбам, он-то остановится, да, остановился, блядь. Ну, слава богу, хоть и на том спасибо. Е**, блядь, как, почему, для чего, е**, что это было сейчас вообще. Форд Фокус, блядь, универсал. Ох. Та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Это что произошло с патриотом? Что с ним произошло, друзья? Почему он... мне кажется это трава на нем просто выросла может этот патриот тагер вуза короче говоря гольф траву короче высадил на нем так новичок который почему сидит слева от оси мотоцикла продольный может сколиоз так сказывается в лену а чем реально слева сидит подождите это же так сяду бля слушайте не принципа нормально ребят свои плюсы есть короче разгружаешь левую блин жопу хлеб выплыв на жопу таким образом и как бы из-за этого вот он я так ну как он вроде как представил я просто не сама сам с ним не общался кстати человек за ferrari такая это ferrari ну-ка ехай братан ехай блин я ferrari не пропустил на на нормальную дорогу пацаны это отписка это просто отписка я бы отписался на вашем месте от себя после такого я не пропустил какую-то редкую праворульную ferrari на нормальную дорогу и ей приходится теперь ехать по плохой шо это за ferrari такая пацаны я такую не знаю посмотрите насколько каршерингист обогнал всех остальных участников движения просто на это посмотрите это это мне кажется самые занятые люди вообще которые есть в россии это каршерингисты вот вы думали кто самый занятой на байбахах да люди на бентли какие-нибудь на гелендвагенах которые парами ездят ничего подобного на каршеринге самые занятые люди они торопятся больше всех остальных это вообще в принципе люди будущего вот поэтому у них просто нет времени на всякую ерунду у разу даже круто вот это вот голодовод молодец ничего себя вот это вот респект блять это чего у него такое на газели это это что ли слипер короче как в америке на грузовиках люди ездят через всю страну и спят в них же это тоже самое же только у него на втором этаже короче двухэтажная кабина мошета дом на колесах вообще такой типа едешь живешь в нем же еще и грузу возишь деньги зарабатываешь удобно удобно ты чё делаешь ты вот дает чувак проебал короче момент то что здесь нельзя прямо ехать как нет блять по тормозам и там нормально мужик сидит сразу извинился да и там ну знаете как говорится по лицу видно но делать так нельзя ну нихуяся ты пал момент ладно понял что здесь нельзя с этой полосы прямо ехать на на тормоз блять кирпички дать но шо это такое те якорь как кинет блять передо мной просто понимаете вот нам что на машине шоу на мотоцикле вот единственное безопасное действие когда ты ешь это прямолинейное движение прямо перед тем как сделать что-то остальное надо подумать десять раз и убедиться убедиться безопасности перед перестроением особенно перед вот торможением как сейчас резким да я имею ввиду надо короче блин смотреть везде по сторонам и оценивать ситуацию но кстати видите как влияет и камеры в количестве миллион штук на город как они влияют на безопасность движения зачастую они влияют крайне отрицательно то есть ну раньше бы как было да там в двухтысячных когда камер не было если бы этот чувак заметил что да с этой полосы нельзя прямо ехать но ну видишь это можно сделать то есть никому не мешает при этом то он бы проехал просто не не запаривался да ну если уже пал но чё делать бы просто проехал и все а здесь он как нажмет на тормоза потому что он боится штрафа я не знаю на 500 рублей или сколько там штраф он его боится ну не то что боится но просто зачем его получать если можно не получать и соответственно вот он любой ценой ахуй старается избежать этого штрафа и получаются вот такие вот как на тесле фэнтом брейкс фантомные торможения нашу камеры это зло это вот и едет яндекс лавка что ли так вот это так выглядит оказывается я думал что это немного по-другому все выглядит а это мне знаете напоминает как в фильме семейка флодерс была я в лавка вот но там была не яндекс правда лавка ван путь вы заказали консервированных улиц закончился от не очень хорошо кстати так что нужно подбор или осмотр или перевозка или еще чего-нибудь короче обращайтесь контакты под всеми видео у меня есть всем удача всем респект кстати говоря по моему горит лосиный остров парк он горит по крайней мере есть запах и дым все признаки пожара охренеть блин чувак постарался машинка простая сама mazda 6 он так постарался как будто от nissan gtr ни хрена себе вы посмотрите что едет просто по третьему кольцу посмотрите что едет ну как вы знаете я как бы сказать стала в последнее время таким хейтером старых мотоциклов бабуль понял понял окей это чё блин какая-то это пастельная банда в общем пастельные друзья у них футболки пастельных цветов у всех и без рисунков забавная ситуация я думаю нет все друзья надеюсь видео было полезно и интересно всем удачи всем респект high visibility голда пацаны как вам такое high visibility голда вот это такого я еще не видел опа на призрак призрак смотрите атакуют атакуют опа на все в порядке объехал призрака полупрозрачного вы тоже увидели ребят или я один его видел ну я серьезно короче пакета надо объезжать всегда даю инфу у меня один раз была ситуация я не объехал ну не специально то есть просто не заметил и он намотался на цепь и короче говоря он реально знаете как слипся с цепи я вот заколебался потом отдирать ну надо дрался но он такой знаете как стал как ну как пластик типа того то есть твердый даст довольно таки два логана наши когда в семье есть логан витя значит все отлично чувак расслабился потому что у него все отлично очевидно и въехал в другого такого же у которого тоже все отлично может часы забрать в черт он спрятал спрятал руку я только решил часы забрать у него друзья вот меня постоянно спрашивают кирилл как нам достать мотоцикл с японского аукциона решение есть товарищи я прошел этот путь и с уверенностью могу сказать вам всего лишь надо обратиться в компанию moto steel они возят любые мотоциклы никаких ограничений в стоимости у них нет даже в наши тяжелые времена можете привести альфу можете новый r1 просто обратитесь к ним они подскажут вам с выбором проконсультируют по процессу и условиям и сделают работу качественно и под ключ через них проходят сотни клиентов они возят контейнерами в плане надежности можете в них не сомневаться все ссылки под видео